Дом подпрыгивал, как при землетрясении. Как пережили карагандинцы ураган и что предстоит пережить еще. Смотрите в сюжете Людмилы Батюшкиной. Пятиэтажки Пожикибаева, 139 сортировки, где живет Аминат Усупова, ветром сорвало не только крышу, но и четыре бетонные плиты. А пятая зависла над подъездом и висит по сей день. Эту крышу уже срывало ветром год назад. Тогда объявляли режим ЧЭС и кровлю восстановили за счет городского бюджета. Теперь третий день жильцы не могут дождаться помощи. Был такой грохот, как землетрясение. Дом подпрыгивал от ударов плиты об землю. На сегодняшний день висит кусок плиты на арматуре, в зависшем состоянии находится. Мы боимся выйти с подъезда. Если честно сказать, это настолько страшно. Даже не страшно, что крыша улетела, насколько страшно, что вот эта плита висит. У нас у всех дети есть. В Пришахтинске в нескольких районах до сих пор нет света. На улице Широкой в ночь с 18 на 19 ноября ветром оборвало провода. В домах сгорела бытовая техника, включая оборудование печей длительного горения, холодильники и водяные насосы. В итоге жители остались вообще без благ цивилизации. Под утро 19 числа перепад такого напряжения пошел, что 450 на входе. Это что за дела? Тут ребята замеряли. Мы ночью включили, света не было. Обрадовались в 3 часа ночи, дали свет. И в это время все у нас, все эти приборы бытовые, все сгорело. Лампы как семечки взрывались прям. Ветер сорвал как минимум 3 недавно восстановленные крыши, в том числе на Академии МВД. То есть можно судить о качестве работ. В настоящее время большая часть населенных пунктов области подключена к электроэнергии. В данное время в трех городах и четырех районах аварийно-восстановительные работы по подключению электричества в отдельных их частях и населенных пунктах продолжаются. Также поступили 85 сообщений об угрозе и падении деревьев, в том числе в областном центре, 55 сообщений и в городе Тимиртау 30 ситуаций. Жертв и пострадавших на территории области не зарегистрировано. По предварительной информации, Аким области поручил объявить режим ЧАЭС. Пока известно только то, что из фонда ЧАЭС будут финансировать ремонт крыш на многоэтажных зданиях, хотя жителям пока никаких решений не озвучивали. По поводу облицовки, восстановления поврежденных автомобилей и частных домов пока информации нет. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.